Вообще, имя, любое имя, вообще, само понятие, имя, это нечто, что раскрывает какую-то сущность. Имя предмета раскрывает сущность предмета. Если я скажу слово «стол», и вы знаете, что такое стол, то вы знаете, о чем я говорю, и вы знаете, что такое, как выглядит стол, я открыл сущность, и так далее. Поэтому имя открывает сущность. Задача евреев служить Всевышнему, мы много раз говорим, но среди всего это жить по-еврейски. А когда еврей живет по-еврейски, он во весь мир запускает, буквально в космос, соседям, где угодно, что угодно, понятие еврейской мудрости, понятие имени Всевышнего. Что такое имя Всевышнего? Тут написано «ради имени твоего». Имя – это имя из четырех букв. Йод, Гей, Вав, Гей – это имя Всевышнего из четырех букв. Есть другие имена. Каждое имя Всевышнего открывает какую-нибудь сущность. А почему тогда мы просим Творца, что сделай что-то не ради нас, ради имени Твоего? Потому что мы раскрываем Твое имя, а Ты, Творец, хочешь, чтобы Твое имя было раскрыто, чтобы весь мир мог понимать, мог ощущать. А кто это сделает? Это мы на себя взяли, мы это делаем. Поэтому ради имени Твоего сделать так, чтобы мы страдали меньше, чтобы мы были вечным народом. Мы вечный народ, действительно. И мы в этот мир вносим суть, Твою суть. Так что вот так можно понять эти слова. Не сложно. Действительно не сложно. Нужно только подумать. И так, кстати, правильно перед началом молитвы подумать. Зачем мне молитва? Я это делаю, чтобы прежде всего в мире слава Всевышнего увеличилась и распространялась. И тогда понятны все эти слова, которые вы спрашиваете. Всего доброго. До свидания.